У-у-у-у-у! У-у-у! 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 Чому вы ось у Вогулі вырешили, что можете быть президентом? Получилось так, что сегодня у нас много крикунов, но мы же говорим не о лидерстве партии или быть председателем колхоза. Мы же говорим о государстве. Ведь смотрите, кого не возьми, опыта нет. Я не говорю политического в партии, государственного. Знаний нет или мало. Депутатом парламента никто не был. Вот самым подготовленным человеком считаю себя. Ну, извините, я не считаю, что я говорю там очень уж и себя хвалю. Нет. Я вынужден это был сделать, предвидя, что будет вот слабое. Теперь, а кто может противостоять действующему президенту, если такие мальчишки по образованию, по уровню, по доверию со стороны избирателей присутствуют, останется прежний президент. А я этого не хочу. Вот почему я и выдвинул свою кандидатуру. Скажите, пожалуйста, у нас личится так, у мозгу, у амалю кожного беларуса. Лукашенко – протяжник, стабильность. А Терешченко – это что? Что вы пропонуете? Я вначале дам комментарии. Конечно, идеологическая служба президента работает. Мы давно построили пять раз коммунизм, всех обеспечили всем, чем угодно, и даже цены снизили. Мы за 16 лет или годов это бачили. Что сделаю я? Первое и главное – это дать возможность человеку участвовать в материальном производстве, на предприятии или в услугах, на парикмахерской, быть хозяином. Я и выступил за то, чтобы каждый человек максимально, по его желанию, был акционером. Но весь мир это живет. Вот, отказывая на первое питание, вы сказали, я не хочу, чтобы Лукашенко оставался президентом. Вы третий раз зараз удельничаете у президентской кампании, третий раз вылучаетесь у президента. Под час первой кампании вы изнялися, ну, личится так, что на корысть Александра Лукашенко. Потом не шкодовали про этот свой учинок? 13 мая 1994 года, набрав 92 с небольшим тысячи, нужно было 100 тысячи тогда, в тот период, я снял все в пользу Лукашенко. Мы помним тот период. И граждане Республики Беларусь тоже помнят. Тогда было две кандидатуры – Лукашенко и Кебич. И тогда, возглавляя, как премьер-министр Беларусью, мы видели резкое падение реальных доходов населения, рост безработицы и, главное, плохое поведение Кебича. Я не буду, мне стыдно это говорить сейчас в эфире. И это была причина, я не пью, не курю. Я человек, который соблюдаю и уважаю семью и общество, в котором я живу. И мне было не понять, почему человек так вольно себя вел. И когда я встретился с Александром, я увидел у него желание, главное, на несколько вопросов, которые я им задал, он отказал, да, Виктор, я рыночник, да, Виктор, я буду подрымливать, да, Виктор. Он практически сыграл на мои вопросы сказать да. Это потом я узнал. Я поддержал, снял кандидатуру и поддержал этого человека. Но я хочу сказать, я не жалею этого. Я считаю, что все, что сделал Александр Лукашенко, это большое ему спасибо и низкий поклон от многих, большинства граждан Беларуси. Это в вопросах приватизации, это все-таки в вопросах стабильности. В конце концов, у нас же все более-менее нормально. Другой вопрос, что мы топчемся на месте и меньшими темпами идем вперед, как та же Польша или Прибалтика. Вопросы того, что Александр Персона Нонград, от того, что имеет место, если хотите, физические моменты. А я верю в прессе. Я вижу, что происходит. Являясь депутатом Верховного Совета 13-го созыва, с левой стороны у меня сидел Виктор Гончар. Это же мой сябра. Я говорю, нема. Я думаю, что время его ушло. И я думаю, что ему надо предложить спасибо, дать ему гарантию защиты, если хотите, почетного президента, предложить высокую должность, и, может быть, более высокую, если будут союзнические отношения. Пусть он избирается президентом Союза. Я не говорю, что там. Но роль первого лица и главы государства в Беларуси он выполнил. Нельзя дальше быть. Это будут проблемы не только его. Это другой вопрос. Это будут проблемы Беларуси. Есть у вас соправдытые люди, кого можно поставить на место сегодняшних министров, губернаторов? Эти люди есть. Но если смотреть в целом, многие из них останутся. Вот я президент Республики Беларусь. И если граждане Республики Беларусь не нарушали закон, возглавляя район, соблюдали и давали пример своего общежития в том или ином городе, как граждане, вели себя нормально, они останутся. Естественно, если они имеют и авторитет. Но если эти люди целовали кого-то и уж так зацеловали, что забыли и нарушили закон, конечно, они работать не будут. При президенте Терешченко, какие лес чекают такие структуры, как Беларусь и БРСМ? Ну, я не хочу вообще о них говорить. Это люди, которые финансируются с участием президента, финансируются за счет нас, налогоплательщиков, за счет бюджета, в угоду, извините, капризам главы государства. Что провозбудясь милицией? Наведение порядка в этом направлении обязательно немедленно, но не революционным путем. Там очень много специалистов. Достаточно специалистов, которые служат государству, но не человеку. Надо посмотреть внимательно, провести аттестацию и сократить на первых порах хотя бы в три раза. Не в два и не в четыре. Потому что то количество на душу населения, которое присутствует, оно, извините, я не хочу обидеть какую-то африканскую страну, но очень много. Скажите, вось не сократ, что шмат предприемствов нашей краины выживают только дякаючи державным дотациям, подтримцы. Что вот с такими нерентабельными предприемствами вы пропонуете зарабить? Закрыть те доли, подтримливать их вот так штучно и выжить? Закрыть невозможно. В большинстве случаев это невозможно. Это акционирование или изменение структуры предприятия. Другого пути, более разумного в наших условиях, нет. Не на все приди инвестор, некоторые сами собой сбанкрутуют, закрыются, и будут новые беспроцовные. Есть у вас программа, куда подевать этих беспроцовных? Я думаю, что обязательно будет и ликвидация через банкротство или иным способом субъектов хозяйствования, и это неминуемо. Что касается людей, которые будут освобождаться, обязательно через переподготовку, обязательно с их трудоустройством или созданием новых рабочих мест, в том числе и в области предпринимательства. Но этому должны быть способствовать законы. И в течение 6-8 месяцев необходимо четко внести это, легализовать это через законы. Но не дело, когда приходит инвестор и президент говорит, я вам обещаю 20 лет тут. Что ты обещаешь? Кто сказал, что ты будешь 20 лет? Ты еще скажи, что 200 лет будешь. Это все нельзя. Все это надо делать не через декреты, а через законы. Что вы, будучи президент, планируете сделать для отражения малого и среднего бизнеса? Законодательно, проявляя инициативу как президент, законодательно укрепить свободу предпринимательской деятельности с уменьшением лицензирования. Второе. Налоги должны платиться от прибыли, а не от выдуманных всяких там показателей. Нет у предпринимателя прибыли, нет налогов. Ну, за исключением налог на землю. Это логично. Налоги на экологию, они небольшие. Но платит от прибыли. Скажите, те потребны Беларуси размеркования. Категорически против. За то, чтобы молодые люди, обучаясь на государственной форме, как и в частной, неважно, были, направлялись туда, куда захочет кто-то. И неважно, президент или ректор, или кто-то еще. Категорически против. Немедленно это надо отменить. Это что за хохма? Что это за рабский труд, который навязывается? Человек туда поедет, в Брагинский район, в Чернобыльскую зону, или куда-то в другое место. Дай им стимул. Дай квартиру. Или льготный кредит беспроцентный. Или дай возможность другие стимулы. Что это за рабство какое-то? Отменить всем вот это распределение. Отменить вообще плату за обучение, получение первого образования. Что в среднем техническом, что в высшем учебном заведении. Немедленно. Кто это? Кто это?